всех приветствую сегодня мы с вами продолжим работу нам закладкой обратите внимание на тот рисунок который мы будем делать здесь у нас присутствует перфорация и тиснение делать мы это будем на сеточке но предварительно я вам покажу что если у вас нет сетки то такой рисунок можно все равно сделать используя подручные средства это я пока уберу в сторону и просто схематично покажу как это можно сделать я уже показывал в одном из своих видео чем можно заменить сетку для перфорации вот такая у нас металлическая сеточка и чем же можно заменить первые свои работы я делала вот с такой вот сеткой которая нанесена на миллиметров на ней я сейчас и покажу вам как можно получить подобный рисунок на такой стилизованной сеточки я вот тут уже немножко делала ну как бы я пробовала получится это действительно или нет и сейчас прямо с вами я попробую это сделать и итак для начала мы делаем перфорацию для этого мы пергамент надо положить наверх миллиметровки и ну я тут не закрепляю в данный момент да потому что я не делаю большую работу здесь у нас просто проба поэтому вот я покажу так как есть я не буду опять же использовать все пространство я покажу это на небольшом участке и так дырочки сквозь пергамент видно и начинаем перфорацию в данном случае я делаю здесь глубокую перфорацию на толстом коврике потому что иначе вот с миллиметровкой у нас по-другому не получится ну вот сделаем вот такой квадратик указываю что у нас получилось вот такая перфорация получается вот такая перфорация у нас так 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 свет куда-нибудь как-нибудь ну думаю что вам все таки видно вот он маленький квадратик который я сделал и продолжим дальше конечно это непрофессионально конечно это может быть не совсем ровно тем более когда я показываю на камеру да мне это не очень удобно делать но тем не менее вот при определенной сноровки и аккуратности сделать такой рисунок можно если очень сильно хочется теперь я повернула лицевой стороной положила на миллиметровку так канал нас теперь образовалась и вот у нас есть точечки вокруг этого квадрата и я буду делать тиснение то есть я аккуратно кстати я делаю тиснение не так не на том коврике на котором нужно нам нужен коврик силиконовый для тиснения здесь я изменяюсь конечно что я так так соединяем наши точечки да вот где у нас есть и рядом мы начинаем теснить почему сразу вот тут ошибку исправила свою если мы будем делать вот тиснение на коврике для перфорирования мы просто прорвем пергамент и так аккуратно шариком ну наверно который у нас идет миллиметр так как у нас отверстие такие миллиметровые мы делаем такие как бы чуть-чуть надавливающие в точках движение шариком очень аккуратно раз уж мы беремся делать такую тонкую работу на непрофессиональном инструменте конечно на сетке это очень удобно но если ее пока нет но очень хочется сделать то можно вот такой вот найти я сейчас могу сделать криво потому что мне это дело в общем нормально теперь вот вот что у нас получилось теперь остается только поправить немножечко может быть вот ставим перпендикулярно наш инструмент шариком да и чуть-чуть прокатываем чтобы у нас вот эти вот кружочки тисненные были поровнее и вот такой рисунок у нас получился сейчас я возьму так на это не смотрите вот такой рисуночек если мы делаем аккуратно то мы можем сделать и на миллиметровки и покажу сейчас как мы его делаем профессиональном инструменте парсиональном трафарете сетка или придет соответственно на нашей закладке и так для начала мы делаем перфорацию так если вы обратили внимание у нас здесь вот есть кружочек и от этого кружочка у нас получается вот его нужно поместить между вот такими уголочками дырочку мне диагонально в данном случае сеточка и делаем проколы не забываем смотреть где у нас лицевая где изнаночная сторона чтобы не перепутать так вот единственное что хотела вам на черном показать мне не хватает здесь вот так вот сделали вот таких как треугольнички да теперь нам но у нас же ромбик теперь нам нужно пройти этот то есть и в эту сторону мы идем делаем то же самое и потом вот квадратик нам он у нас уже образовался нам его легко видно вот такой перфорированный квадратик у нас так у нас получился так я похоже показывала и вам было не видно да ну конечно так повторяю еще раз на следующем так вот у нас кружочек есть и делаем перфорацию вокруг то есть мы вот проходим по сетке у нас отверстие видны это достаточно простой рисунок и сделать как я уже показала его можно даже не имея специального инструмента так перфорацию мы сделали так опять же беру вот я сделала перфорацию одну и вторую так как вот теперь наша задача сделать тиснение мы выбираем для перфорации переворачиваем работу изнанкой вверх берем все тот же шарик смотрим чтобы у нас отверстие совпали с отверстие чтобы вот эти вот которые у нас сделанные чтобы они совпали да и вокруг мы начинаем сейчас делать тиснение то есть вот он у нас ряд есть в данном случае его делать достаточно легко мы просто прокручиваем там где у сетки отверстие прокручиваем и проходим шариком отверстие так мы делаем все эти фрагменты как у нас сделан на другой стороне старайтесь чтобы шарик у вас не вылетал чтобы не получилось что он вам где-то еще что-то сделать вот здесь последнюю точечку мы не ставим вот что у нас получилось то есть совершенно идентичный рисунок все и все вот эти фрагменты мы будем делать точно так же единственное вот у нас остается вот здесь мы сделали только тиснение только тиснение и вот эти крайние это я сейчас тоже покажу то есть мы делаем вот опять же ставим шарик сейчас мы так ставим шарик и вот таким образом здесь делаем как-то вот квадратик у нас получается тисненный вот таким образом у нас получилось но вижу слуховато видно у нас получится все и вот здесь делаем то же самое вот краешки только вот квадратик и стесненный вот этих вот фрагментов на этом заключать заканчиваем делайте перфорирование и тиснение и в следующем в следующий раз мы займемся бабочкой вопросы ваши которые они ну это